Последняя недельная глава книги Шмот То есть тут начало нашей главы это пересчет того, что ушло на Мишкан Разные виды тканей Теперь Тора нам тут рассказывает, как Моше после работы Мишкана дал отчет народу, сколько он получил золота, сколько серебра, сколько меди и на что ушло Давайте послушаем сколько было Все золото было сделано для работы в Хелмрехас Акедиш в последней работе Мои зафотнув золото было принесено 37 кикор в шваме и с ушлейшим шекелом, шекел Акедиш 29 кикаров и 730 шкалин Теперь, а что такое кикар? Мы увидим дальше, что кикар равен по весу 3000 шекел того времени Сколько весил шекел? Есть мнение, что тогда он весил 16 грамм, а есть мнение, что 14 Если скажем, что 16, то кикар весил 48 килограмм Если шекел весил 14 грамм, то кикар весил 42 килограмма 48 на 29 и немножко больше, это почти 30 48 на 30, сколько это? Где-то 1440 килограмм Почти полторы тонны Как это вышло? Оказывается, серебро, которое здесь Это было не как золото, медь и другие приношения Что каждый приносил по своему желанию Нет Когда ввели пересчет евреев, то евреев не считали А каждый еврей давал пол шекела и считали собранные шкалы Беккера гугелес, пол шекела на голову Махтиса шекел Пол шекела бешекела кида, свитой шекел Лехол эй, эхило эйвэр арабкуды им карди пересчетаны Мембэн эсвэн шоно во мауэд ва цилет и выше Рашиш мэйцэл овушхэйш тарофим ва хамэйш мээс ва хамишем 63550 Расчет очень простой Сколько Возьмем большую цифру из этого 600 тысяч евреев Ашка Каждый давал пол шекела 600 поделим на два Сколько будет? 300 тысяч Как мы Так Тут Из этого так и видно сразу И это Так оно и было Что каждый Кикар Это 3000 шекел Поэтому Вышло 100 кикар Теперь А еще осталось 3550 евреев Каждый давал пол шекела 3550 поделим на два Сколько это? 1775 Теперь На что это использовали? Ваи было Мэас акикор 100 Мэкас кикар акисов 100 кикаров Оцекет отлитет Одны акидеш Подножие святого То есть Мишкана Весадный апорейхас И подножие Была занавеска Был же ойл моет Был Мишкан делился на две части Внешняя и внутренняя Внутренняя была святая святых Кодыша Кадашин И там был только Арон ковчег Только один предмет Ойл моет И он был размером 10 длины 10 локтей длины 10 ширины А внешне был ойл моет Его размеры были 20 локтей на 10 И там были три предмета Была мнора, светильник Был шулхан, стол На котором стояли хлеба Была мнора, светильник И был Мизбея Хазов Был золотой жертвенник Интересно Как там написано Шулхан Бесафон Стол был на севере Мнора была бедаром Мнора, светильник налево А золотой жертвенник был Напротив них в центре Так была занавеска Которая разделяла между Ойл моетом и Кодыша Кодышим Внешней частью и внутренней Внешней частью была там служба Зажигали светильник Ложили хлеба, снимали хлеба Делали воскурение На золотом жертвеннике Во внутренней части Заходил только Первый священник Коин Гадон Только один раз в году В Йом-Кипур И в тот день Было четко Что он заходил Четыре раза Именно четыре раза Не больше и не меньше А во внешней части Проводилась служба Каждый день Но все-таки Основная служба была На медном жертвеннике Основные жертвы Приносили на медном жертвеннике Который был вне Теперь так Тут говорится Что было всего Сто подножий Как это сто подножий? Как это получается по арифметике? Очень просто Всего было сорок восемь столбов Как это было? Сорок восемь столбов Двадцать севера Столбов севера Двадцать с юга Двадцать и двадцать Сколько? Сорок Было еще шесть столбов Внутри мешкана И было еще Два столба По углам Шесть плюс два Восемь Сорок плюс восемь Сорок восемь Каждый столб Имеет два подножия Сорок восемь на два 96 теперь а пороха занавеска она стояла на четырех столбах но там было только один аддон одно подножие теперь каждое подножие веселый кикар в лесу элефа 1000 швами 775 осу вовым сделал крючки ламуды ли столбов в ци порошеем покрыл верхушки в хиша кейсом обернул их это было из ниток серебряных было как какая-то они обвивали столбы у них и сейчас от ну а медь принесенный шивым кикар 70 кикар 2400 шкалим в язбу сделали с одной подножие песок и умеет входовые умеет весus бахан их из месяц медный жертвы есть весь месяц бахан их assumptions на settle берρα в OLED scar обода у всех медную сетку на шавеи веи скалка м боя м в все предметы жертвыника вес содны по дно же яйц и двора то есть подножие столбов два особи вес одни подножие шарах отари ворота двора, вы искали ездить все колышки амишко-мешкан, вы искали ездить с охотцер, и все колышки двора саби вокруг. Медраж нам рассказывает, Медраж раба, интересно, насчет того, как Моше отдал отчет. Медраж тут говорит так, что человек, который верный и честный, через него приходит браха. Так было и уменьше. Но интересно, Медраж говорит, назначение над обществом денежных вопросов не меньше двоих. А, Моше был кассиром, а ты говоришь только два, не меньше двоих. Он говорит, все-таки, когда он был кассиром, он подозвал других и делал с ними расчет. Тут написано Моше, и написано Итамар. И Медраж приводит, интересно, это из Мишны и Гемары, Ярушаум и Вшкалим. Вы знаете, что сейчас ведь, как раз сейчас начинается Ходыш Адар, правильно? Адар Бет. Правильно, Адар Бет. Начинается Адар Бет. Так написано, что тогда объявляли Прошкалим. А в чем, вы знаете, что каждый еврей давал пол шекера на общественные жертвы. И вложили это в специальную комнату. И если так можно выразиться, первого Ниссана начинался новый финансовый год. То есть, общественные жертвы, скажем, два барашка, которые приносят каждый день в храме, мы приносили каждый день в храме, один барашек утром, а другой вечером. И другие общественные обязательные приношения приносили из этих денег. Получается, что в общественных приношениях все были совершенно равны. Это было за счет того пол шекера, что каждый давал. Так приводится, что первого Адара объявляли о том, что приносили Шкалим. И поэтому прошлую субботу, так как это была суббота перед Рошхо-де-Шадар, и для этого нам важен Адар, который перед Ниссаном. Ведь самое главное, объявляли за месяц раньше, что до первого Ниссана все уже принесли. Так поэтому перед каким Адаром это? Перед вторым, который близок к Ниссану. Чтобы за этот месяц, объявляли, чтобы за этот месяц все уже принесли. Так вложили это в специальную комнату. А что делали с деньгами, которые остались прошлого года? Использовали это, но не для обязательных общественных жертв. Одно из путей их использования было. Если на жертвеннике, как сказать, было пусто, никто не приносил личные жертвы, так могли покупать жертвы все сожжения и принести за те деньги. А обязательные общественные жертвы приносили уже из новых денег. Теперь, была комната, и кто-то должен был вынести. Шону работайну, наши учителя учили. Миша, гойо, нихнас литра металличка. Кто приходил вынуть деньги из той комнаты, гойо, нихнас, гейбе паргут хофус, не входил в одежде, в которой могли быть карманы или каманы, в рыбам пале и не в носках. Почему? Потому что человек, финансовое положение человека не всегда одно и то же. Если он разбогатеет, что люди скажут? Наверное, прилипло. Мы же знаем, куда он зашел, прилипло. А если он обеднеет, вы знаете, что скажут? Краденные деньги не идут впрок. Ни у кого нельзя красть, тем более у храма. Так, чтобы не было подозрений, он специально входил в такой одежде, где не было возможности что-то положить. А, там написано и более этого. Ведь есть возможность положить несколько монет в рот. Так, когда он входил, от входа, от того, как он входил, до того, как он выходил, он должен был постоянно говорить, вот я вхожу, вот я беру, вот я выхожу. А когда человек говорит, он не может держать во рту деньги. Чтобы не было подозрений. И Медраж говорит так, Человек должен быть чистым перед людьми так же, как он должен быть чистым перед Богом. Приводится послуг. В книге Бамидбар написано Будете чистым перед Богом и перед Израилем. Медраж относится к тому, что Моше дал отчет. То есть, кто имеет, берет деньги от общества, он должен так, чтобы не дать отчет перед обществом, чтобы не было подозрений. Интересно. Медраж нам рассказывает. Медраж говорит, что были люди, которые смотрели на Моше и даже его подозревали тоже. Так Медраж приводит. Так Моше сказал, давайте сейчас закончилась работа, я сделаю отчет. Там написано так, когда Моше входил, написано, вы ебитва горе Моше, смотрели за Моше. Так Медраж приводит во мнение, что они говорили. Рабихана говорит так, какой великий человек, как счастлива та мама, которая его родила. Бог с ним говорит. И он полноценен перед Богом. А другое мнение, смотри, говорит, какая толстая шея. А третий говорит, смотри, человек, который руководил работой мешкана, ты не понимаешь, что он станет богатым? Когда Моше так услышал, он сказал, смотрите, закончилась постройка мешкана, я дам вам расчет. Можно задать вопрос. Допустим, что были люди, которые так и говорили про Моше. Но то, что Медраж нам это сообщает, это прибавляет почет для Моше или нет? Как вы думаете? Я думаю, что нет. Так зачем же Медраж это нам сохранил и сообщил? Знаете, почему? Один друг мне объяснил так. Идут поколения. в каждом поколении есть свои великие люди. И в каждом поколении есть свои критики. И кто-то может сказать, смотрите, есть и люди, кто-то так говорит, то, как говорят, это, наверное, не дыма без огня. Так Медражим нам оставили сообщение, что даже и про Моше были разные разговоры. Поэтому на это не надо обращать внимание. Интересно. Медраж нам рассказывает интересную подробность. Когда Моше давал отчет за серебро, он не знал, он забыл и не помнил, а на что ушла часть серебра. То есть так. Сто кикаров. Он знал, что ушли на подножье столбов. Как мы уже говорили, 48 на 2. 48 столбов у Мишкана было на каждом 2 подножья. 48 на 2, 96. И еще 4 столба на порохе занавески между двумя отделениями Мишкана. 76 плюс 4, 100. Это он помнил. А когда ушла мелочь, 1775 шкалей, он забыл. Так он про себя начал думать. Я забыл. А что люди скажут? Они скажут. Мишкан забрал. Взял себе в карман. Что делать? Бог осветил его глаза и он увидел крючки и он вспомнил, что это серебро ушло на крючки. Интересно. В Тори таки видно, на крючке есть особая, сильная интонация. ВСОФ ушла Мишкан. То есть это так подчеркнуто, что Мишкан вспомнил и сказал, на что это ушло. Вообще-то наша глава в большой мере это пересказ того, как делали одежды для коина и одежды для первосвященника. Пока я читаю еще предложение. От голубой шерсти, пурпурной и красной, покрашенной от крови червячка, осу сделали бигдый срод. Одежду служением, служить святости. Что это значит? Это значит, это одежда для первосвященника. Вы же знаете, что одежда для первосвященника была из трех видов шерсти и из лена. Тут он упоминает три вида шерсти, не упоминает лен. По-видимому, наиболее важной все-таки там была шерсть, поэтому упоминают шерсть. Именно это упоминают. То есть это были особые одежды для первосвященника, для Коингодова. Ваясу сделали с бигдой акидиш, святые одежды ошел арону, кашляцы воды, ну и с мыши, как бог велел мыши. Дальше идет пересказ, то, что мы уже читали в главе ТЦАВЭ, как ткали одежды для первосвященника. Ну, одежды для первосвященника. Делали из четырех, делали нитки. В каждой нитке включалось в себе пять видов. Там было так, там было золото, голубое, три вида шерсти, голубое, пупурное и красное, и лен. Я понимаю, что это, там написано так. Знаете, как делали? И Морав Юмы нам рассказывает так. Шесть ниточек голубой шерсти, одна ниточка золота. Скрутили вместе, сколько уже? Семь ниточек. Дальше, шесть ниток пурпурной шерсти, одна ниточка золота, опять семь. А шесть ниточек красного, покрашенной кровью человечка, и одна ниточка золота, опять семь. И шесть ниточек льна, и одна ниточка золота. То есть, четыре раза по семь ниточек. И всего это скручивали одну нитку из двадцати восьми ниточек. Я не большой специалист в Каннском ремесле, но я понимаю, что эта нитка была относительно толстая. Даже если ниточки были тонкими, но из двадцати восьми ниточек, то толстая нитка из этого... Что? Вручную и все вручную. Конечно, вручную. А как? А нити как они тоже. Что? А нити, вот они стрельли шерсть, а потом уже как-то надо было эти нити добавлять. В чем вопрос? Конечно, это работа, но вручную. Я не знаю, как они это делали, но они ткали. И из этих ниток ткали и хейшен, и эйфед. Вот тут нам Тора рассказывает, как делали. В Ираку, Эспах и Азов сделали тонкие золотые пластинки, выкицы испсили, и резали ниточки. Раз изделали в этих аргумах от хейлест, голубой шерсти, в этих аргумах попурной шерсти, в этих аргумах попурной шерсти, в этих аргумах сашони, шерсть покрасной кровью чевичка, в этих аргумах шевлен, майси хейшев. Майси хейшев – это особое ткацкое ремесло особого умения. Есть же два вида – есть майси хейшев и майси реки. В обоих были узоры. Есть мнение Раши и мнение Рамбама. По мнению Раши, то есть майси хейшев, это надо было сделать майси хейшев, особенно умелым ткацким ремеслом. Раши понимает, что хейшев – это с двух сторон разные узоры. С одной стороны одно, с другой стороны другой узор. А майси реки – это узор только с одной стороны. По рамбам понимает по-другому. Майси хейшев был тот же узор с обоих сторон, а майси реки – это узор был только с одной стороны. Тут повторяется опять, как ткали одежды первосвященника. Давайте еще раз скажем двумя словами, как таки они выглядели. Значит, у простого коэна были четыре одежды. Какие? Рубашка, штаны, рубашка. Штаны были от пояса до колен. Рубашка была с рукавами. И была почти до пят. Был пояс. И была шапка у обычного коэна. Пояс был длиной 32 локтя. Допустим, что локоть, грубо говоря, полметра. Сколько это 32 локтя? Около 16 метров. Так он обкручивался. Ширина его была 3 пальца. Допустим, 6 сантиметров. И он обкручивал и обкручивал, пока обкручивал вокруг себя. Теперь. Шапка была длиной 16 локтей. Он тоже обкручивал. Приводится, что это... Так обкручивали по одному из мнений, что она застрялась наверху. Была острой наверху. Так крутили ее. Обматывали. Это обычно покойно. А у первосвященника было еще 4 одежды. Какие 4 одежды? Был хошен, был ифот, был меил и был циць. Прошу прощения, может быть, не точно выразился. Не 4 одежды, еще 4 предмета. Циць – это корона, это не одежда. Даже интересно. В Мишне, в Юме, пишется Коин мешамеш бешмейно кейлин. Ваедет варбо. Коин служит в 4 предметах. Не написано... В 8 предметах. Не написано 8 одежды. Потому что циць – это была как золотая корона, как украшение. Не одежда. Эйфейд, как пишет в России, это был как женский фартук, но как раз наоборот. Фартук, он же спереди. А Эйфейд был только сзади. И он был сзади, и он имел поезд, имел... И имел... К Эйфейду были еще присоединены две как ленты, которые поднимались наверх. А тут были два драгоценных камня. Так выглядело и фото. Хошен был на грузии. Это он был размером локоть на полоктя, но скатывался дважды. Получилось локоть на локоть. А между ними было написано имя Бога. И там было двенадцать драгоценных, разных драгоценных камней. На каждом было имя одного из колен. Рувен, Шимен и так далее. Четыре ряда. Теперь. И Хойшен и Эйфейд был сделан из пяти материалов, которые мы упомянули. Какие? Пять материалов. Три вида шерсти. Лен и золотые нитки. Интересно. Одежда первого священника вся была шатнис. Там же был и лен, и шерсть и лен. Возможно, что это из духовных смыслов запрета шатнис. То, что делают в храме, в будничной жизни не надо так это делать. У обычного Коэна три одежды были из лена. Только из лена. А пояс, как пишет Рамбом, там были еще ниточки, вкраплены нитки, не прошу прощения, водканы нитки из трех видов шерсти. То есть основа его была из лена, но там были еще нитки шерсти. Очень интересно, что в хейшен и ифот были соединены и сверху, и снизу. и есть митсма, чтобы хейшен не отделился от ифыда. Но есть еще порядок. До него еще была одежда у первосвященника мэйл. в какой форме был мэйл, есть разные мнения. Есть мнение, что там были рукава, а есть мнение, что там не было рукавов. по мнению Рамбана, он был закрыт наверху, закрыт, а внизу две половины были как бы открыты. Он мог закутаться и... Как накидка, да. Что? Он мог накинуть, накинуть и снять. Он мог. То есть сверху это было соединено. Мэйл был из одного вида. Он был только из голубой шерсти, тхэрэд. А внизу были гранатики из трех видов шерсти. И были колокольчики. Кажется, мы... А какого цвета был мэйл? Если он был из голубой шерсти. Если он был только из одного материала, из голубой шерсти, то какого цвета он был? Голубым? А гранатики были из трех видов шерсти. Соединенные. Голубая шерсть, пурпурная, и еще вид красной шерсти. И были колокольчики. Интересно. По мнению Раша и Рамбома, колокольчики, гранатики и колокольчики были один возле другого. Всего было 36 с одной стороны и 36 с другой. Там же были две половины. 36 с одной стороны, 36 с другой. По мнению и Раша, и Рамбома, они были отдельны. Гранатик отдельно, колокольчик отдельно. А по мнению Рамбома, колокольчик был внутри граната. Известный вопрос, который задают. Если они были каждый отдельно, то почему мы говорим, что колокольчик, он положил бетоха римоним, внутри граната. По Рамбану, что это был, что колокольчик был внутри гранатика. Внутри каждого гранатика был колокольчик. Понятно, что написано внутри. По мнению Раша и Рамбома, что они были отдельно один возле другого, почему же написано бетоха римоним внутри? Я помню, папа зацел, он на это отвечал очень просто. Гранатик был больше, чем колокольчик. Когда ложишь гранатик, гранатик, еще гранатик, и колокольчик между ними гранатики большие, а колокольчики маленькие, как это выглядит? Это как бы выглядит внутри. С другой стороны, Тора пишет, гранатик и колокольчик, гранатик и колокольчик. По Раши и Рамбам это понятно. Можно было делать разные количество гранатиков, разные количества, соответственно, они не должны быть равны. Это же были украшения и гранатик, и колокольчик. Но по Рамбану, что колокольчик был внутри граната, в кныре каждого граната был колокольчик, что Тора говорит, колокольчик и гранат, колокольчик и гранат. Это непонятно. Если внутри каждого граната был колокольчик, зачем говорить колокольчик и гранат? Понятно? В каждом гранате был колокольчик. Надо понять по Рамбану. Написано, что когда Коин Гадо входил, слышался его голос, потому что они колокольчики звенели, когда он шел. И Ямара говорит, что это прощало нахэт нашо нара. Что люди говорили нехорошее одно один о другом. Ямара говорит, чем это связано. Ямара говорит так. Я на вывод товар шебеков придет то, что имеет сознает голос, вы мейхапе простит товар шебеков. То, что человек говорил нехорошее о другом. Коин входил, это звенело, это должно было простить на то, что они говорили, на то, что люди говорили нехорошее. Написано, что когда они закончили, то принесли мешкан к муше. все, что они построили, палатку, все предметы, крючки, бревна, засовы, покрытие, все. Все, как Бог велел, мы еще так они сделали, всю работу. Написано, мы еще увидел, всю работу они сделали, как Бог велел, так они сделали, и Моше благословил их. Дальше написано, что первый месяц, первый день месяца установи мешкан. Первый день месяца. То есть первого несана. То есть первого несана была установка мешкана. Но интересно, что до этого в главе ЦАВе пишется, что надо было семь дней до установки мешкана первого Ниссана, Моше ставил мешкан, приносились определенные указанные там жертвы, разбирали. На завтра опять ставили, опять разбирали. И так семь дней. Между прочим, работа непростая. Когда-нибудь вы сделали расчет, сколько должно было весить одно бревно мешкана? Смотрите, сказать точно я же не могу. Во-первых, мы же не знаем, какой вид дерева. Во-вторых, тут же указаны размеры локтями, а сколько локтей. Есть разные мнения. Но давайте по оценке. Скажу вам, какую это оценку. каждое бревно было высотой 10 локтей, шириной полтора локтя, а толщина локтя. Ну, сделайте расчет. Сколько было кубических локтей? 10 на полтора на один. Сколько это? 15 кубических локтей. 10 на полтора на один. Правильно? Давайте предположим грубо, что локоть полметра. Сколько это один кубический локоть в метрах? Половина на половину на половину помножим. Сколько это? Восьмая часть кубометра. Правильно? А тут у нас вышло сколько? 15 кубических локтей. 15 поделим на 8 сколько это? Около двух кубометров. Немножко меньше. Чуть меньше двух кубометров. Вес дерева, я не специалист в этом. Как я слышал, есть разные виды дерева. Есть 06, 07, 075, может быть, есть и 04 тоже. Но выходит, если это 06 или 075, выходит больше, чем тонко каждое бревно. Правильно? Интересно. 7 дней надо было вставить мешкан, разнимать. Ставить, разнимать. И каждый день приносить жертвы. В чем был смысл этого? Папа зацел пересказывал от имени Рэба Изгур, который жил между двумя мировыми войнами, Рэбовром Мортхай Аутер, что он говорил так, что то, что делали тут мешкане, это показывает то, что будут делать в будущем. 7 дней ставили мешкан, приносили жертвы и разнимали. Правильно? В будущем у еврейского народа всего будут, у еврейского народа всего будет, будет 7 временных мест, где приносили жертвы. А потом первого ниссану уже поставили и не разнимали. Какие 7 временных мест? Первое, это мешкан, который строили в пустыне. Второе, когда евреи вошли в страну, они построили мешкан в таком месте называется Гилгау. И там мешкан стоял знаете сколько лет? 14 лет. Потом построили мешкан в щиле, как известно. В щиле это было что-то среднее между постоянным и между непостоянным. Мешкан ведь был из бревен, которые складывали и разнимали. И были полотна наверху. Правильно? В щиле сама постройка была из камней, как дом. а наверху были полотна. То есть было что-то постоянное было время. Значит из куточков. Мешкан был в пустыне раз, Гилгау два, в щиле. В щиле мешкан стоял 369 лет. Затем когда щиле был разрушен, поставили мешкан вновь. Где? Вновь. Такое место Нов. Потом Нов был тоже разрушен. Нов это уже четвертое место. Когда Нов был разрушен, перевели мешкан в Гивон. Это уже пятое место. Затем построили первый храм, и он был разрушен. Построили второй храм, он был разрушен. Сколько всего мест? Семь. Правильно? Еще раз. Мешкан в пустыне, Гилгау, щиле, Нов, Гивон, первый храм, второй храм. Семь мест. А потом, первое, потом, третий храм с Божьей помощью будет уже стоять. Интересно. Есть фраза, которая повторяется в конце нашей головы много раз. Может быть, пятнадцать раз, может быть, восемнадцать, много раз повторяется. Какая фраза? Каашер циву ашем отмеши. Как Бог велел мыши. Сделал то-то, как Бог велел мыши. Сделал то-то, как Бог велел мыши. в книге Бейсаливи говорит на это интересное объяснение. Он говорит так. Ведь то, что построили Мишкан, среди прочего, это должно было быть искуплением и прощением на грех золотого тельца и возвращением близости Бога с еврейским народом. В чем был корень греха золотого тельца? Когда Моше поднялся на гору и еврейский народ предполагал, что он вот-вот вернется, а Моше относительно их расчетов задержался, они растерялись от неожиданной ситуации. Ну, известно, что инициатором всего этого было те, которые были смесь народов, которые вышли из Египта и они, так сказать, были инициатором всего. Но все-таки была часть еврейского народа, которая за этим пошла. Но в чем тут был корень нарушения? Они пошли и сделали действие, не получив на это указание от Бога, сделали действие, как приблизиться к Богу и как Ему служить. Как Рабьюда Аливи говорит, это не было идолом, но это был путь служения Бога не по Его указанию и даже против Его указания, но не идол. Они привыкли были видеть что-то вещественное перед собой. Так Рабьюда Аливия это объясняет. Так корень их нарушения было, что они сделали по своей инициативе без указаний Бога. Так в чем было исправление? Исправление было, что каждую часть постройки Мишкана написано как Бог велел мыше. Это важное действие в каждой митве понять и знать что как Бог велит сделать митву. Вы знаете, что это бывает очень актуально. Каждая митва имеет свои правила, имеет свое время. Вот допустим, есть важная митва, что Бог нам сказал читать шма утром и вечером. Каждый из них имеет свое время. Шма имеет свое время, свои временные рамки, с какого времени можно читать шма и до какого. например, после трех часов с утра время уже прошло. Вы знаете об этом? Шма можно читать делит день от восхода солнца до захода, делит его на 12 равных частей и время шма до трех часов с восхода солнца. Допустим, если восход солнца в 6, заход тоже в 6, то день состоит из 12 часов, так час это час, к 6 надо прибавить 3 часа, можно читать шма только до 9, а если восход солнца в 5, а заход в 7, сколько часов, сколько продолжительность дня? 14 часов, разделим 14 часов на 12, каждый час, это 70 минут, правильно? Это час и 10 минут, сколько это 3 часа? 3 и 30 минут, так время шма 5 плюс 3 30 до 8 30 например, это я говорю пример насчет времени, времени шма, так каждая митва имеет свои подробности, свои условия, при которых есть выполнение этой митвы, так ошибка еврейского народа была, что они сделали по своей инициативе, а исправление было, что написано насчет каждой подробности, что они сделали, как как Бог вели омуши, так поэтому эта фраза повторяется много раз, Рамбан введение нашей книги Шмот пишет так, что книга брыщит, говорится о создании мира, так, а то же самое, отцы еврейского народа, это как бы, они как бы отцы создания для их потомков, их действия, это первая книга, вторая книга Шмот, это книга о Гауте, изгнании, что они были в Египте, и о выходе оттуда, но на Рамбан продолжает, евреи же вышли, это уже в главе Бо, но Рамбан говорит так, что был выход, нужно еще, чтобы они духовно поднялись и вернулись к уровню отцов, так они получили Тору, в главе Ятро, но это, но дальше, полный их подъем, это когда они построили Мишкан, в котором есть присутствие Бога, дошли до близости с Богом, и дошли до уровня отцов, до близости с Богом, этим заканчивается наша книга Шмот, книга Шмот заканчивается фразами, фразой так, он Моше установил, написано каждую часть, как Моше установил, облака покрыло, Мишкан, и почет Бога наполнил Мишкан, этим заканчивается эта книга Шмот, что присутствие Бога среди еврейского народа, не только вышли из Египта, но достигли близости Бога среди еврейского народа, этим заканчивается наша недельная глава. Всего доброго! Редактор субтитров Редактор субтитров